В эфире Вопрос в главе Мы рады приветствовать всех наших слушателей и зрителей Напомню, как можно с нами связаться Вы можете нам написать письмо электронное прямо сейчас Непосредственно я его здесь увижу На Желдордефис, РТВП, Собака Майл.ру А также позвоните по нашему эфирному телефону Номер 522-400 в коде 495 Поэтому звоните, друзья Это сейчас мы проведем в обществе главы нашего города Евгений Иванович, скажите, пожалуйста Наше поздравление с Новым годом, Рождеством, Крещением До вас пришли, вы их услышали, увидели И, соответственно, год новый нам диктует новые моменты Новые варианты Что же жителей города ждет в 2014 году? С чем администрация города идет в Новый год? Пользуясь случаем, я хочу все-таки поздравить Уже с наступившим новым 2014 годом Рождеством Христовым Буквально вот в воскресенье крещение было Поэтому всех с праздником Знаю, многие и меня поздравляли, и я поздравлял Многие ходили на крещение купаться Слава Богу, все у нас прошло хорошо на территории города Поэтому дай Бог, чтобы всем было на здоровье Ну, а что касается, что нам принесет год грядущий Знаете, мы, наверное, должны говорить сначала о том Что все-таки в 2013 году было на территории городского округа И сегодня готовится отчет Отчет главы городского округа перед общественностью городской Которая состоится 31 января в 12 часов Там достаточно широко будет рассказано о том Какие направления мы ввели в 2013 году Что нам удалось, что, в общем-то, не очень удалось И перспективные задачи уже, которые мы будем осуществлять в 2014 году Да, в общем-то, и не секрет Я не то чтобы там не хочется раскрывать, что будет у нас в 2014 году Наоборот, наверное, нужно об этом в любой ситуации говорить И общественность должна знать Достаточно интересные проекты предстоит выполнить в 2014 году Ну, наверное, не открою секрет Мы в 2013 году осуществляли дорожную карту По проблемным достаточно вопросам для нашего городского округа Ну, такие как ликвидация очередности в дошкольных учреждениях Мы в прошлом году ввели 5 дошкольных учреждений 4 из них новых детских садика И один после капитального ремонта Это дошкольное учреждение номер 9 на улице Смельчак В этом же году, в 2014 году, эта работа будет продолжена Предварительно по дорожной карте мы введем порядка 4 детских садов Это такой будет завершающий, скажем так, аккорд Что позволит нам практически полностью снять проблему С дошкольными учреждениями в городском округе Сегодня эта цифра, которая составляла 2,5 года назад 2200 мест То мы сегодня уже имеем всего-навсего 500 с небольшим мест То есть вы видите... То есть очередь, конечно, совсем меньше Да, и мы практически не видим и не слышим жалоб Именно на то, что не представляют места в дошкольном учреждении Сегодня практически нет проблем с детскими садами В возрасте от 3 до 7 лет Но мы впервые в новых садах Начинаем потихонечку открывать ясельные группы Да, нету такого, скажем так, порыва от молодых мам Но в то же время спрос есть Соответственно, с учетом спроса мы и открываем ясельные группы Очень ответственная достаточно программа Это строительство родильного дома Эта программа будет продолжена и в текущем году Программа губернаторская, как и детские сады Правительство Московской области, губернатор Московской области Выделяют достаточно кругленькую сумму На текущий год, 2014 год Это 400 миллионов рублей И наши собственные плюсом еще 250 миллионов рублей Что составит в целом на текущий год 650 миллионов рублей Это огромная цифра Придется работать в три смены Основные работы завершены уже в 2013 году Строительные, пущено тепло Вот теперь предстоит и оборудование сети Которые должны идти внутри Оборудование инженерное И на 2015 год мы все-таки оставляем комплектование оборудованием Непосредственно специальным оборудованием этого объекта То есть на следующий год нам также придется освоить Это 2015 год Еще 650 миллионов рублей Но это оборудование И также участие двух бюджетов И областного, и местного Программа на ремонт и строительство дорог в текущем году Также будет продолжена, как и в 2013 году Аукционы уже все прошли Буквально неделю назад Мы сейчас готовимся к подписанию контрактов Как только ФАС, то есть площадка Даст нам добро на подписание контракта Что жалоб там не будет Ну то есть выдержать юридическую такую паузу Программа Экологическая, я бы так назвал Это завершение работ по Пестовскому парку Достаточно интересная программа Которую мы начали в текущем В прошлом году, в 2013 году После кризиса 2009 года Мы прекратили эту программу Вернее не после, а в 2009 году Мы прекратили эту программу Потому что был кризис И вот в прошлом году возобновили В текущем году мы полностью ее завершим Уже приступили к ней К первой части Вот в январе же рубка должна начать Уже идет, потому что аукцион уже прошел Уже идет С прошлого дня Заходят специалисты Заходят на две территории Первая территория Это в целом территория городского округа Там, где у нас высохшие деревья Валежники И на дорогах Под проводами Все Или над проводами Резко Во дворах Эта работа уже ведется В этом году будет Эта работа Производиться Аж на 9 миллионов рублей Но это какие-то силы Приданные То есть это не наши люди Это те, кто выиграл аукцион Да, сегодня же не просто Глава города Назначает Назначает Нет, мы Готовим техническую документацию И выходят На аукцион компании Которые имеют Опыт работы В этом направлении Допустим По Пестовскому парку Которому тоже Они приступают Выиграл Ногинский лесхоз Соответственно Вот Если взять В целом по городу Кто будет По территории города Это наша городская компания Выиграла Значит На аукцион Мы Выставляли 9 миллионов рублей Значит Аукцион Позволил Снизить До 6,5 миллионов То есть Тот же объем Они предложили Сделать дешевле Совершенно верно Там участвовал По-моему Четыре компании И вот Борьба между Четырьмя компаниями Позволила Снизить До 6 С небольшим Миллионов Также По Пестовскому парку Значит Почти Из 10 Миллионов Значит Аукцион Позволил нам Сэкономить Еще порядка 2 миллионов Рублей В общем-то Эти Замечательно Конечно Это экономия Ну Я уж не знаю Как если Ногинский лесхоз Не умеет Деревья рубить То тогда Наверное Никто не умеет Рубить Мы видели Их работу Они действительно У них и техника Соответствующая Есть Ну И Программы По Всем абсолютно Направлениям Это продолжение Программы Чистая вода Это продолжение Ремонта Капитального И строительства Новых магистральных сетей Внутриплощадочных Сетей Вопросы Освещения Вопросы Безопасности Дорожного движения Достаточно Много Предложений Это замена Знаков Это новые Световые знаки В вечернее время Суток Это Ограждение Скажем так Барьерное Ограждение Части улицы Октябрьская Части улицы Советская Значит Что это за барьеры Тоже достаточно Интересно Да У нас сегодня Несколько переходов Пешеходов Через Носовихинское Шоссе Поэтому мы По улице Октябрьская Будем делать Бульвар Вдоль Эдельвейса Вдоль Магазина Подмосковья И поток Именно Направлять Чтобы граждане Наши Шли Именно К светофору Который Находится У Магазина Подмосковья А значит В этой части Где сегодня Переходят Потому что Очень много Аварий Очень много Сбитых Пешеходов По вине Как пешеходов Так и водителей Соответственно Принято Именно Такое Решение По ограничению Пешеходных Переходов Через Магистральной Дорогу Также На улице Советской Соответственно Ведь Вот так Анализ Показал Что Все думают Что сокращают Путь Идя Значит В одном месте Через Носовикинское Шоссе В любой Ситуации Станция Железнодорожная Имеет Всего Одну Дверь И все Собираются Здесь И было Принято Решение Ну Коля Здесь Значит Давайте Мы Все-таки Поток Направим Сюда В общем Мы В ближайшее Время Это Разместим На Своем Сайте Все Увидят Наше Предложение Предложение Комиссии По безопасности Дорожного Движения И ряд Других Других Вопросов Которые Будут Ощисляться В 2014 Году В том Числе И по Тем Наказам И заявкам Которые Делали Граждане В эфире Вопрос С главе С такой Инициативой Выступили Граждане Жители Нашего Города Там Есть И Активное Участие Молодежного Парламента Городского И Действительно Предложили Провести Мероприятие Гражданский Форум Железнодорожного И В общем-то Хотелось У вас Услышать Как вы К этому Отнеслись Я знаю Что вы Дали Добро На Проведение Такого Мероприятия И Как вы К этому Относитесь Вы Знаете Сегодня Настолько Не только Техника Как-то Быстро Идет Вперед Но и Гражданского Общества Скажем так Уже Не формируется Оно Уже Сформировано И Постоянно Должно Работать Общество Власть В таком Онлайн Режиме И Соответственно Когда Ко мне Обратились Обратилась Группа Молодых Людей С просьбой Именно Обсудить Ряд Вопросов Которые Назрели И Главное Не то Что Они критикуют В данной ситуации Абсолютно Нет Они просто Хотят Вести Диалог И понять Что происходит В экологии В экологическом Направлении В нашем Городе В молодежном Движении Транспорт ЖКХ Строительство Это нормальные Темы Которые Общество Должно Обсуждать Открыто Честно И Наверное Тогда будет Меньше Слухов Домыслов Мне Мне На мой взгляд Стало Это Интересным Тем более Это идет Еще раз Повторюсь Во всяком Случай Ко мне Обратились Молодые Люди Я Поддержал Эту Тему И С удовольствием Поучаствую В этом Гражданском Форуме Там Будет Организовано Несколько Площадок То есть Секции По Направлениям Где Непосредственно Ребята Которых Интересуют Те или иные Вопросы Либо Они Могут Разделиться И Поучаствовать Скажем так Со своими Мыслями Идеями С Предложениями Как раз Время Сейчас Такое Идет Да Скажем так Основное Все уже Сведено И бюджетом Определено Но Если будут Стоящие Интересные Мысли Для Городского Округа Для развития Городского Округа Для Общественности Мы Обязательно Будем Корректировать Те планы Которые Уже Мы Сегодня Как бы Уже Завершили Подготовку К 2014 Году Но Обязательно Скорректируем Еще раз Подчеркиваю Если Это Дельное Будет Предложение А потом Знаете Просто Обменяться Мнениями Услышать О чем Сегодня Говорит Общественность Что они Хотят Предложить Кроме Критики Значит Что-то Деловое Это Делать Надо Постоянно И Это Необходимо Для любого Общества Будь то Это Муниципалитет Либо Регион Это Практикует Уже Давным-давно Наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев Достаточно Интересные Отзывы По этому Поводу Ну В конечном Итоге Я решил Не отставать Ну Правильно Евгений Второй Такой форум За это Спасибо Молодым Ребятам Второй Такой форум Прошел Недавно Как раз Московской Области И вот Сейчас В нашем Городе Он тоже Пройдет И это Состоится Буквально Совсем Скоро 23 числа И естественно Те Самые Важные Самые актуальные Моменты Которые Будут На нем Обсуждаться Мы будем Тоже Освещать Друзья Поэтому Непременно Вам покажем Как это Проходило И что Там Интересного Мы Увидели Услышали Узнали А пока Продолжаем Программы Нашего Государственного Нашего Радио Подмосковья И с удовольствием Предлагаем Вашему Вниманию Программу Следующую У нас В эфире Мы с Евгением Ивановичем Не прощаемся А вернемся В эту студию Буквально Через 3 Минуты В эфире Вопрос Главе Друзья Ну что ж В программе Вопрос Главе Вторую часть Нашего Общения С Евгением Ивановичем Жирковым Мы посвятим Вашим Вопросам И тому Что вы Собственно Нам задаете Потому что По основным Направлениям Мы его позиции Выяснили И приятно Что мы ее знаем И конечно Евгений Иванович Вопросов Сегодня Достаточно Много Но мне бы Хотелось Выделить Несколько Не только Общих Но и Каких-то Таких Частностей Которые Тоже Беспокоят Наших Жителей Значит Вот Вызывает Беспокойство И это Несколько Было Звонков И Несколько Было Информации От наших Уважаемых Пользователей Сети интернет Но я В общем Не могу Понять В чем Там вопрос Потому что В какой Форме Он задается Жители Беспокоят Почему Снег С улиц Железнодорожного Свозится На Сайминское Поле И И вот Я не могу Понять Ну и Что есть Свозится На Сайминское Поле А И Что Близко Удобно И Что Происходит Как Не Там Не Совсем Так Во всяком Случай Я тоже Получаю Эту Почту Вопрос Который Мне Задавался И в Одноклассниках И в Вконтакте И Пришло Письмо Официально На Рабочее Как Говорится Место Там Справедливое Было Обращение И оно Подтвердилось Связанное То Что Речь Идет Не как Таковом Осавинском Поле А Шестой Школе И Действительно Подтвердился Тот Факт Что Ряд Предприятий Которым Мы Разрешили Ввозить Снег В том Числе И Дорожникам И Коммунальщикам Они Первые В особенности Снег Который У нас Был Они Загружали Непосредственно Прямо К школе Это категорически Неверно И неправильно И Поле Достаточно Большое Чтобы Было Куда Насыпать Этот Снег Вот буквально Вчера Такая же Жалоба Снова Пришла На электронную Почту Реакция Была Я К сожалению Сегодня Не проверил Но завтра Обязательно Проверю Сегодня Ну Это уже Нерадивые Водители То есть Всех Как бы Предупредили И Видите Как Мне сказали Легкая машина Не смогла Добраться До Того Пункта Где Разрешено Ну Это Такая Отговорка Детская Понятно На следующий Год Мы Уже Так Делать Не Будем Вот Буквально Обсуждали До Нового Года Эту Проблему Да Эта Машина Дорогая Она Стоит Около 50 Миллионов Рублей И Мы Уже Определили Место Где Это Все Будет То Снег Будет Выгружаться В Специальную Машину Будет Происходить Плавилка Таяние Плавилка И Значит Уходить На станцию По коллектору Фенина Значит Вопрос Конечно Можно было бы Уже и в этом году Сделать Но К сожалению Мы Не смогли Изыскать Дополнительные Финансовые Средства Еще раз Подчеркиваю Это достаточно Дорогостоящий Удовольствие Это только Стоимость машины Но Нужно Еще Какие-то Работы Было Сделать Персонал Опять Зарплатный Ну Персонал Не такой же Там большой Персонал Нужно было Определить Место Сделать Подъездные Пути Сделать Парковочные Места Для того Что если Машины Будут Угружаться Она будет Машина Не одна И Самый Основной Наверное Момент Это В основном Все плавильные Машины Имеют Газовую Подводку Нам бы Не хотелось Этого Делать Потому что Это Влияет На цену Плавление То есть Бестоимость Значит Соответственно Мы Приняли Решение Значит Купить Электрическую На тот момент Уже Такой машины Не было Мы Переняли опыт У москвичей Мы побывали Там Где идет Плавление Именно Вот Таким Оборудованием На таком Оборудовании И нас Оно Устраивает Больше Поэтому Я думаю Что Мы уже Весной Максимум Летом Закупим И Где-то В сентябре Пытаемся Установить Сентябрь Октябрь Для того Чтобы Следующий Сезон Уже Таких Вопросов Не Возникало Правильно А то у нас Получается Что Если вы ее Купите Мне кажется Снега Вообще Не будет Тогда Зимой Как правило Как только Пылесос Купили Значит Получается Что Да Бывает Такое Станислав Позняков Прислал нам Вопрос 18-15 Здравствуйте Я буквально Вчера Отправил Сообщение По проекту Велодорожки Балашиха Железнодорожной Три города Подмосковья И будет Выполнять Как спортивную Здоровительную Так и Транспортную Функцию Вот Велосипедисты Молодцы Никогда Не отстают От жизни Я правда Не знаю Станислав Куда вы Отправили Этот проект Но Евгений На уровне Что вы Об этом Думаете Спрашивает Станислав Как вы Считаете Если Такая Была Предложение Дельное И Меж Балаших И Люберцами И Может быть И Ногинском Даже Все соседние Города Это Вполне Реально Обоснованно Но Я Предложил Сначала Проработать Вопросы По городу Такая Работа Уже Ведется В части Центра 2 От территории До К6 Такая Проработка Ведется Вот Что касается Ну Назовем ее Старой части Территории Города Конечно Вот Здесь Существует Проблема Мы Не можем Сегодня Значит Взять Часть Территории От Автодорог И отдать Под велосипеды Мы Так нельзя Решать Вопросы Либо Мы должны Решать Кардинально А то У нас Получится Мы У Автомобилистов Заберем Снова У нас Получатся Пробки Мы Автодороги Должны Также Развивать То есть Это Тема Она Великолепная Но Для этого Нужно Время Если Говорить О конкретном Предложении Молодого Человека Или Мужчины Я еще К сожалению Пока не Видел Если Это Вчера Значит Я могу Сказать Что Специалисты Уже Работают В этом Направлении И Обычно Мои Заместители Сначала Просматривают То есть По направлению Это Предложение Ушло И Как только Оно Проработается Они Будут Уже Докладывать Мне Я Просто Станиславу Хочу Сказать Если Станислав Если Вы отправили Нам Я не Видел То значит Тогда Все нормально Не переживайте Все ваши Вопросы Будут Евгений Иванович Это никаких проблем Нет Вы знаете Без Мария Куликова Здравствуйте Скажите Пожалуйста Когда Будет Сноситься Или Расселяться Дома По улице Савинская Улица Савинская Уже Вовсю Ведется Снос Значит Хочу Сказать Что Вот Дома Пятый Седьмой По улице Савинская Они Уже Знают Все Куда Их Будут Переселять А их Будут Переселять Либо Там же На Олейной Новые Дома Которые Строятся Либо На улице Первого Мая Дом 5 То есть Они Практически Адреса Уже Все Свои Знают Если Говорить О Оставшихся Домах Там По-моему Четыре Дома То Сейчас По Решению Правительства Московской Области Решение Губернатора Московской Области Все это Проходит Через Правительство Московской Области Через Министерства Строительного Комплекса Мы Эти Свои Предложения Уже Передали Вот Ждем Ответа Как только Мы Получим Отмашку Сразу Объявляем Аукцион Но Принципиально Принципиально Программа По Переселению Вот Такому Фактическому Реальному Я думаю Что Там Через Два Три Года Всех Переселят И Все Дома Которые Там Являются Ветхими Их Снесут И Будет Что-то Новое Да Но Кстати Савинское Шоссе Снесут Уже В этом Году Да Их Я же Сказал Что Они Уже Знают Уже Ждут Ордера Они Уже Знают Квартиры Они Уже Имели Смотровые Ордера Они Уже Посмотрели Возможно Если Кто-то И Еще Не Знает В Кавычках То Он Просто Скажем Так Не Согласен С теми Предложениями Которые Им Представлены И Ждет Может Решение Суда И так Далее Виктория Грекова Это Группа ВКонтакте 18 Почти 19 Тысяч Человек У нас В этой Группе Существует Мой Город Железнодорожный Мой Вопрос Про Отсутствие Дороги Для Пешеходов От Лесопарковой 12 До Станции Вот У нее Вопрос Про Отсутствие Дороги Для Пешеходов Лесопарковой От Станции Будет ли Он Решаться И Что С Все Это Предусмотрено Контрактом По Сносу Улицы Кооперативной И Части Улицы Лесной Соответственно После чего Там Планировался Тротуар Непосредственно До Станции То есть Ну говорят Вот тоже Есть вопрос Евгения Шарова Что Беспокоит То же самое Проблема С отсутствием Детского сада В микроиню Лесной Отвечаем Каждый раз Отвечаете И Восыны Не там Как там Будут обстоять Дела Сегодня Все документы Наш иск Находится В суде Все таки Все иск Подали В суд Да Мы подали Еще до Нового года И Мы сообщали Инициативной Группе Что Администрация Предпринимает И Более того Там Достаточно Энергичная Девушка Есть К сожалению Не помню Как зовут Но Она Готова На суд Привести С собой Всю Инициативную Группу Дабы Поддержать Администрацию В иске Ну здорово Евгений Иванович Еще один вопрос Сергей Мороз Уважаемый Евгений Иванович С благодарностью За все Что сделано Для нашего города Но вопрос Беспокоит Личный В этом году Будет ли Расселяться Дома По улице Жилгородок Дом 32 Вы знаете Жилгородок 32 Это наверное Насколько я помню Территория БСУ 155 Сегодня Готовится ряд Домов Я давайте Отвечу вам Буквально Завтра Могу на Электронную Почту Так на память Конкретизировать Дома Мне достаточно Тяжело Потому что Там сотня Домов И вот так Конкретизировать Сложно Но в этом году С десятка Два Домов Будет Расселяться Вот у меня Уже целый Список Подготовлен Даже по Крупусам Какие Дома И кого Куда Переселять Евгений Иванович Немножко Отличенный Вопрос От острых Тем Вы Какой Любите Больше Период Зимой Чтобы Что Было Для вас Комфортно Вам Больше Что Нравится Знаете Я родился В Советском Союзе В России И мне Нравится В общем-то Любое Время Года Но Если про себя Я конечно Люблю Время Весны Начало Лета А зима Какая Должна быть Зима От 10 До 20 Градусов Я очень Обожаю Потому что Меньше Это не очень Ну Скажем так От 7 До 20 Градусов Это И лыжи Это И Просто Походить По свежему Воздуху По лесу Или Просто На участке Побыть Это очень Важно Потому что Меньше Немножко Это уже Связано И со здоровьем На мой взгляд То есть Зима Должна быть Зимой Да А иначе Ну когда зимой Вся гадость Вымерзает Легче Дышится И Закаляется Организм А мы Продолжаем Друзья У нас Есть еще Вопрос Ваши Которые Приходят В программу Вопрос В главе Иван Шишкин Евгений Иванович Нас Спрашивает Наш Пользователь Сети Интернет Ивгений Иванович Знаете ли вы Что С нового 2014 Года В нашем Городе Отменена 15% Надбавка К заработной Плате Воспитателей В детских МАДОУ Это детское Образовательное Учреждение Муниципальное Детское Образовательное Учреждение Ну Мне Мне об этом Ничего не известно Тем более Отмена То что У нас Сегодня Все Заработные Платы По Линии Образования Выплачивает Правительство Московской Области Я еще Такого Не слышал Надо разобраться Вообще О чем идет 15% Надбавка Ну Надо Посмотреть Действительно Хорошо Спасибо вам большое За вопрос Мы обязательно Евгению Ивановичу Его передадим Так же Как в принципе И все вопросы Которые пришли Здесь Кто-то Недопонимает Такого Не может быть Иначе Поверьте Я бы уже Не одну Жалобу Получил Дмитрий Алексеевич Спрашивает Когда Сделают На керамику Какую-то Перемычку Для некоторых Улиц На которые Должна Податься Чистая вода Какую-то Перемычку Для некоторых Улиц Нет Это Да-да-да Правильный вопрос Речь идет О перемычке Между Вторым Водозаборным Узлом И третьим Водозаборным Узлом Работа Ведется Это Кучино И Это Южная Кучино И керамик И керамик Да Третий Водозаборный Узел Это микрорайон Керамик И Вопрос Справедливый Более того Планировалось Два Планировалось Два срока Его завершения Это июнь Прошлого года Потом Ноябрь Прошлого года Вот сейчас Инвесторы Взяли паузу До Февраля И по причине Того Что там Были две Крупные Аварии И мы Вынуждены Были В зиму В зиму Не разрешать Проводить Работы Потому что Это зима С наступлением Ну Скажем так Отступлением Морозов Мы эту работу Продолжим Я думаю Что Весна Текущего года Это будет Завершающий момент И мы На свободу На часть Керамики На часть Носовихи Совершенно Верно На часть Заводской Дадим чистую воду То есть В холод Нельзя Такие вещи Нет Не то что Нельзя Такие вещи Делать Но Я уже сказал Что были Две крупные Аварии И мы не стали Рисковать А холодная Вода Подается Какая она Не есть Но она Подается И в котельные И на Какие-то Технические Вещи И если Мы порвем Магистраль Это будет Намного Хуже То есть Лучше С водой Нежели Без воды Евгений Иванович Меня Очень Интересует Вот какой Вопрос И мне Приятно Что один Из наших Активных Блогеров Нашего Города Его Задал Вам И я Буду Не Самого Вам Задавать А могу Задать Его От его Имени Евгений Возможно ли Создание Блогерского Совета При главе Города Города Именно Из блогеров Которые Активную Занимают Позицию Обсуждая Любые Городские Проблемы Я имею Ввиду Не только Критикуя Высказывая Какие-то А именно Как раз Объективная Реальная Жизненная Ситуация И твердая Гражданская Позиция Я только Поддержу Это Более того И буду Помогать Это Необходимо Делать Мне Как Многим И в основном Гражданам Нашего Города Не безразличная Судьба Нашего Города Информационная Составляющая К сожалению Мы Иногда Отстаем От этого И я Не раз Говорил О том Что Часть Того Что мы Делаем А Может и Большая Часть Жители Нашего Города Не знают Остается Без Нимание Да И отсюда Вот эти Все проблемы А если Блогеры Включатся В эту Работу И будут Помогать Нам Информировать Что происходит В городе Это не говорит Что Нельзя критиковать Абсолютно Нет Это Также Мы Все граждане Нашего Города И имеем Право Иметь Свою Точку Зрения На Тую Или Какую Свою Позицию По тому Или Иному Вопросу Я Только За И поддержу Это Давайте Предложение И я Готов Выделить Помещение И В общем Рассмотреть Все эти Вопросы Глава Города Железнодорожного За А это Настраивает На Позитивный Оптимистичный Лад Друзья Через Несколько Минут Через Двадцать Вы увидите В эфире Первого Городского Канала Электрон А у нас С вами Новости На этом Мы Сегодня Завершаем Наш Информационный День Скорее Вечер Это была Программа Вопрос Главе В студии Владимир Платицын И Евгений Иванович Жирков Я благодарю Всех Участников Нашей Съемочной Группы За Активную Работу И пресс-службу Главы Города За помощь В организации Эфира Друзья Включайте Первый Городской Канал Электрон Мы с вами Сегодня Не прощаемся У нас Еще новости Города Впереди В завершении Эфира Спасибо Ивгене Иванович Что пришли Спасибо До свидания Вы слушаете Радио Подмосковья Железнодорожный Филиал РТВ Подмосковье В городе Железнодорожном Представляет Интересные Рубрики И авторские Программы Гости Прямого Эфира И самые свежие Новости Анонсы И события Информация И комментарии Ежедневно 18.10 Программы Филиала Государственной Телерадиовещательной Компании РТВ Подмосковье РТВ Подмосковье Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова